Ребят, всем привет, с вами Макс, и это долгожданный ролик в нашем канале. Давно меня здесь не было, и я возвращаюсь в нашу игру, и будем с вами переворачивать весь мир. Итак, сегодня у нас полный курс, немножечко в новом формате, вам 100% понравится, давайте начинать. В этом видео ты узнаешь, почему React Query полностью перевернул подход в работе с API. До прихода React Query, ребят, нам приходилось хранить где-то данные, то есть мы получаем данные сервера, дальше нам нужно было их записывать где-то на клиентской части, в каком-то клиентском State Manager по типу Redux. Нам постоянно приходилось работать с большим количеством экшенов, редюсеров, констант и так далее. Также мы постоянно вручную создавали перемены для обработки ошибок, для записи данных, которые приходят с сервера, для записи статуса загрузки, для записи статуса успешного запроса. Для всего этого нам приходилось создавать свои собственные константы или поля внутри объекта. В итоге, каждый раз, когда мы делали запрос на сервер, в той или иной сущности, условно, там запрос от юзера, запрос по продуктам, по товарам, по категориям, почему угодно, нам всегда приходилось создавать из лоадинга, к примеру, эррор, из сексесс и дата константы, ну, либо поля внутри объекта. И в 2020 году появляется он, React Query. Теперь он полностью снимает с нас работу с сервером. Нам больше не нужно об этом париться, он делает полностью всю работу за нас. Примерно так же в 2018 году появляется наш проект HTML lessons.ru. За последние 5 лет мы проделали огромнейший путь. С простого сайта до полноценной образовательной платформы, где каждый из вас сможет обучиться профессии мечты. Все это очень просто. Переходите на сайт покупать подписку, стоит она 2690 рублей за один месяц. Есть также другие тарифы. После этого у вас моментально открывается доступ ко всей платформе. Там невероятное количество годного, крутого обучающего материала, в том числе 7 интенсивов разного уровня. Это и отверстки, и тренеры, и джуниор уровни, и миддл уровни. 7 интенсивов разного уровня и разных сфер. Есть и мобильная разработка 1 интенсив, есть и бэкэнд, есть и фронтэнд. Полный фарш. Начинайте их проходить по очереди, начиная с вашего текущего уровня и постепенно выполняйте домашние задания. Если возникают вопросы, пишите их в вип-чат. Там либо я, либо наши модераторы вам легко отвечают. Из такого, из крутого, я не буду говорить про все интенсивы, потому что их огромное количество, мне уже тяжело их перечислять, и это вам будет неинтересно. Переходите по ссылке, посмотрите и так далее. Я расскажу самый последний сок, который вышел на платформе. Это чистый интенсив по чистому джаваскрипту. Почему я говорю чистый? Потому что без единого фреймворка, как в наших реалиях, сейчас используют React, Vue, Angular и так далее, чистейший джаваскрипт. Изучение только языка программирования. Без единой библиотеки, без единого фреймворка. Все пишем на чистом языке программирования. И мы разработаем полностью новое, крутейшее, банковское приложение с нуля. Там будут и транзакции, и статистика, и пополнение баланса, и вывод средств, и перевод денег другу, и так далее. Там очень много крутого функционала, и все это создано не только для новичков, но также для профессионалов. Называется это интенсив джаваскрипт для всех. Почему так? Потому что контент, который я там даю, он подходит и для тех, и для других. Я добавил туда уроки по теории, тем самым он круто подходит для новичков, для тех, кто только пришел в сферу. Также я добавил туда очень много годного жирного функционала, который подойдет, который круто подойдет для middle уровня. Для middle уровня, либо junior уровня. Тем более в наших реалиях обычно middle разработчики побежали, и джаваскрипт просто забыли. То есть изучили там React, Next и так далее, и про джаваскрипт просто забывают. Из-за этого у них есть пробелы в знаниях, и они пишут не такой качественный код, как могли бы писать, либо еще хуже, они просто не проходят собеседование. Потому что это невозможно пройти собеседование, если ты не знаешь джаваскрипт. Это нереально. Ссылку я оставлю в описании на наш проект. Залетайте, изучайте, покупайте, и по окончанию обучения получите 7 крутых проектов в свое портфолио. Ссылка в описании. Грубо говоря, React Query нам сказал, ты просто делай запрос, а с данными я сам разберусь. Что это имеется в виду? Как я вам уже сказал до этого, то есть все, что вам нужно сделать, это написать определенную строчку кода, буквально одну строку кода, да, для базового запроса, а все остальное React Query сделать за вас. И дальше поговорим, что именно он будет делать за вас в этом полном курсе. Теперь для запроса нам нужно было написать лишь одну строчку кода. Вы пишете условно Use Query, какой-то запрос выполняете, и в итоге React Query делает всю остальную работу за вас и отдает вам уже полностью готовые данные. Он вам сам начинает отдавать из лодинг, из саксесс, дата, то есть приходящие данные из бэкэнда, дальше статус загрузки, статус ошибки. Все это отдает уже React Query. Он сам это обрабатывает на своей стороне, и вы это просто не делаете. Это все делается уже на фоне. Также появляются готовые методы для их обработки. У нас есть onSuccess, onError. Это значит, что мы можем указать, что будет происходить после успешного запроса, после неуспешного запроса и так далее. А теперь нам также больше не надо вручную настраивать кэширование. Многие из вас его даже не настраивали ни разу, но это супер крутая тема. Это значит, что если мы сделали один раз запрос, он его записывает в кэш, и в следующий раз такой же запрос он берет просто из кэша. Дальше расскажу, как это все работает, это будет супер интересно. Прикол кэширования в том, что у вас не происходит повторный запрос на сервер. Он определяется по ключу, по URL и по ключу. Вы записываете уникальный ключ, либо можно без него, он тогда будет чисто по URL, либо ключ, допустим, если у вас много товаров. У вас есть товары с ID.1, с ID.2, с ID.3 и так далее. Это разные товары. Соответственно, вы их записываете в кэш, просто указав уникальный ключ, он их сам записывает. После этого, когда вы делаете повторный запрос, вызывает тот же самый хук на любой другой странице, он уже не делает запрос на сервер, а просто берет данные из кэша. Это просто уникальная возможность оптимизировать ваш сайт и сделать его более производительным. И это лишь малая часть преимуществ, которые к нам привнес React Query. Об остальных преимуществах мы поговорим дальше в полном курсе, уже на примере полноценного кода. Мы напишем с вами небольшое приложение, мы поговорим с вами немножко и о теоретической части, расскажу все, что вас интересовало и разберем все моменты о React Query. Если понравилось крутое и креативное начало, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свои комментарии, как тебе такой формат. И также, ребята, давайте добьем на канале 50 тысяч подписчиков, у нас сейчас буквально 1000 или 1500 подписчиков, это супер мало, и также круглая цифра близится у нас в Телеграм-канале. Там сейчас 4500 подписчиков, осталось буквально также 500 подписчиков. То есть и там нужно подписаться, и там ссылки все в описании. В Телеге у меня уникальные посты, где мы делаем разбор различный, то есть я могу там взять кусок кода и разобрать его в Телеге прям. Либо я выкладываю туда полные версии шортов, либо я устраиваю там розыгрыш. Короче, Телега это просто максимально много эксклюзива. И вся информация обо мне, когда новый ролик и так далее, все выходит именно там в уникальном формате и только для Телеграма, в эксклюзивном формате. То же самое происходит в группе ВК, поэтому кому интересно, можно и на Телегу, и на ВК подписывать. Ссылки все в описании. Также, ребят, хотел оговориться, что этот курс максимально свежий на текущий момент. Сегодня с 8 июля 2023 года, не знаю, когда этот ролик выйдет на канале. Это я к чему говорю? К тому, что я вижу много блогеров, которые снимают почему-то по старым материалам. Я вот когда готовился к этому ролику, подготовил информацию, собирал, кто что снял и так далее, чтобы составить крутое содержание этого курса. Я понял, что устаревшая информация. React Query как такого больше нету. Сейчас новая версия называется TanStack React Query. Ну, точнее, TanStack Query версия 4. Хотя все снимают почему-то про третью версию, когда она уже не актуальна, причем давно. И там есть определенные различия, так что имейте в виду. Касаемо TanStack Query, почему его так переименовали? Потому что теперь, насколько я понимаю, у них вектор поменялся. Раньше они были только для React, а теперь они стали Multiple, то есть и для Vue, и для Angular, и, я так понимаю, для Svelte тоже будет. Там у каких-то уже фреймворков доступен, у каких-то еще нет, и в стадии разработки находится. Некоторые из этих вопросов, вообще наше содержание было составлено благодаря вам, нашим подписчикам в Телеграме. Я оттуда кидаю, как обычно, собственно, опросник, да, Google форму, вы ее заполняете, и я оттуда беру самый интересный вопрос, добавляю их в содержание. То, что, ну, чтобы оно было максимально полным, и этот курс получился поистине полным курсом и ответил на все ваши вопросы, которые вы задавали в той самой форме в Телеграме. Так что это еще один момент, почему нужно подписаться на наш Телеграм-канал. Итак, ребят, для начала перейдем на официальный сайт TanStack Query. Вот, пожалуйста, открываем его. Выглядит, вот, собственно, все, что нужно для начала работы, это установить саму React-приложение, его инициализировать, и после этого поставить ту саму библиотечку. Как видите, она подходит для React, для Solid, для Vue и для Asphalt. Так что имейте в виду, если вы используете другие фреймворки. Вот, теперь переходим с вами в терминал и развернем свой React-приложение. Я уже, ребят, не программировал, очень долго занимался операционными делами. yarn create vid. Инициализируем, пишем просто yarn create vid, и у нас инициализируется React-приложение. Опять же, полный курс по React-у был на канале, так что имейте в виду. Он набрал, кстати, почти 80 тысяч просмотров, всем зашел, поэтому продолжаем делать полный курс. Так, имя проекта у нас будет React Query Full. Кстати, не в той папке создал сразу же, да, скажу, но это с непривычки, это нормально. Далее мы выбираем, собственно, фреймворк. У нас это будет React обычный, я думаю, нечего нам больше выбирать. Ставим TypeScript сразу же версию, чтобы потом не париться с этим всем. И, собственно, давайте инициализируем. Вот, опять же, TypeScript особо здесь не будет, так что не переживайте в этом плане. И откроем давайте вискоде сразу. React Query. Возможно, кстати, это последний ролик, когда я его делал без использования Vim, и решил все-таки использовать здесь пока что... Ну, без Vim, потому что я еще Vim не совсем уверен, поэтому пока что так. Так, все, у нас все открывалось, отлично. Сейчас я увеличу немножечко интерфейс, чтобы вам было все прекрасно видно. Я думаю, это будет вполне достаточно. Хотя откроем что-нибудь. Можно даже, наверное, еще поменьше сделать. Вот. Если, ребят, с телефона, приближайте без проблем. Так, по теме сразу подсказываю, чтобы потом не было вопросов в комментариях. Иконки у меня Symbol Icons, Color Zem у меня Panda Syntax, и что еще? И шрифт, по-моему, JetBrains Mono, хотя нет, я вас обману. Шрифт у нас называется он FiroCode. Это классика, решил на ней попробовать. Почему бы и нет? Так, наш React-прежим готов, давайте его запустим. Открываем терминал и, собственно, пишем Yarn. Так, YarnDev пишем, да, для запуска нашего. Так, YarnDev не поддерживается, потому что там, наверное, другая команда. Давайте посмотрим. Нет, YarnDev все правильно. А, сначала нужно сделать Yarn, да. Я забыл, мы же через Vita устанавливаем, поэтому делаем Yarn. Почему через Vita поставили проект, а не через этот Create React App? Потому что просто быстрее и вид, ну, в этом плане, гораздо круче, чем обычный Create React App. Так что рекомендую всем вид. Так, все сделали. Теперь можно запустить проект спокойно. YarnDev. Так, Localhost 5.1.7.3. Давайте его сразу здесь откроем. Localhost 5.1.7.3. И вот наше React приложение запущено. Давайте его покрупнее немножко сделаем. Так, окей. Немножечко уменьшим наш терминальчик. Кстати, ребят, курс по TypeScript также был на канале. Поэтому также чекайте. Я думаю, вам понравятся все наши полные курсы. Короче, там целый плейлист есть, поэтому кайфуйте. Так, мы подключаем к проекту непосредственно. Так, наше приложение запущено. Теперь давайте подключим к проекту. Давайте зайдем еще раз на TownStack Query. Я вам покажу, где это все смотреть, чтобы у вас не было вопросов. Так, идем сюда. Get Started. И, собственно, здесь все будет описано. Вот тут все наши есть, есть наша полностью менюшка. Под менюшка вы можете здесь на нужном вам вопрос найти любой ответ абсолютно. То есть React Query на самом деле не так сложен, как кажется на первый взгляд. Поэтому все будем разбираться. Я копирую, потому что, ну, не хочу запоминать, честно говоря. Раньше было по-простенькому, нужно было встать React Query. Теперь чуть посложнее. Так, пишем, значит, а мы пишем Yarn, add, добавляем пакет и вставляем. TownStack React Query. Все, одна команда, Yarn, add, townstack React Query. Опять же, будем использовать Yarn, потому что Yarn быстрее, чем NPM. На канале был Short по сравнению, можете где-нибудь поискать, посмотреть. Ну, короче, будем использовать Yarn, но по большому счету разницы никакой нет абсолютно. Так, далее. Далее, далее, далее. Так, на Wim, кстати, Firefox поставить, тоже не могу мотать адекватно. Так, и вот простое подключение максимально просто. Давайте этим займемся. Перейдем в наш главный провайдер, Source, APP. Тут уже наш компонент идет. Ну, нужно лишнее убрать, но мы сейчас этим не будем заниматься. И вот есть main.tsx. StrictMod я пока что ставлю жесткий режим, пусть он будет. Опять же, мы React и касаться сегодня не будем, ребята. Вы уже должны знать React, поэтому React и касаться не будем, имейте это в виду. Так что, если у вас какие-то есть пробелы в знаниях, сначала посмотрите курс по React, а потом React Query. Я думаю, так будет более правильно и более логично. Теперь мы с вами здесь Query Client Provider уже сделали. Для начала создадим сам Query Client. const Query Client. Ребят, я реально две недели где-то не писал. New Query Client. Так, сделали отлично. Здесь указывается конфиг. Собственно, мы сейчас создали просто определенный экземпляр, который будем использовать дальше в провайдере. А здесь можем указывать с вами внутри опшены, определенные настройки наши, которые будут применяться глобально. Из такого, на самом деле, я мало что использую, честно вам скажу. Можно там логер поставить, к примеру, у вас будут логироваться все ваши запросы. Ну, то есть будет идти лог в вашей консоли. Это, на самом деле, бывает удобно. Давайте закроем, кстати, терминал один. Вот. Ну, а так, в целом, что я рекомендовал бы поставить, наверное, и на что обратить внимание, это Default Options. И здесь мы указываем либо для мутаций, либо Queries. Я ставлю для Queries. То есть Queries – это запросы обычные, get-запросы, да? А мутации, mutations – это различные действия по типу обновления, создания, удаления, обновления типа патч и так далее. Вот. Я беру запрос и делаю у него, значит, window, refresh on window focus. Вот. Я ставлю false значение, да? Это означает, чтобы он у меня… Короче, как происходит по умолчанию? По умолчанию происходит следующим образом. У вас есть приложение ваше, да, веб-приложение. И когда вы меняете фокус на другое окно и возвращаетесь обратно, он делает повторный запрос. Я обычно выключаю, потому что зачем нам делать повторный запрос, если мы просто меняем фокус окна. Мне кажется, это полный бред, поэтому я это выключаю. Но, опять же, это на ваш вкус и цвет. И тут дальше. Cache time. Сколько будет храниться кэш? Здесь также enable, включено, выключено. При каких условиях, скажем так, данные по умолчанию. То есть, в целом, можете потыкать, посмотреть, но я говорю, что крайне редко с чем-то пользуюсь. Вот. Ну, просто иметь в виду, что здесь есть такие настройки определенные. Это именно настройка, которая применяется глобально для всего вашего приложения. То же самое происходит и с мутациями. Вот. Такие же абсолютные настройки, так что, опять же, имейте в виду. Теперь, чтобы наше приложение работало в связке с React Query, обернем все в Query Client Provider. Query Client, Client Provider. Указываем здесь Client непосредственно. Client, Query Client. Многие спрашивают, Макс, как ты делаешь вот эти подсказки, да, как ты вызываешь подсказки. Я на Mac вызываю Option Escape, на Vind не знаю, как это будет. Так что имейте в виду. А то многие спрашивали. Так. Опустим чуть пониже. Так, не так. А вот так. Сохраняем. И отлично. Мы обернули наше приложение. Теперь у нас все будет прекрасно работать. Я немножко еще уменьшу терминал, чтобы нам было все доступно и видно. Так. Дальше. Как видим, у нас есть базовая реализация первого запроса. Сейчас мы к этому перейдем. Также, ребят, сообщаю тем, кто первый раз на канале, все исходники доступны, опять же, по общей подписке на нашем сайте. Переходите. То есть там куча плюшек, кроме вот семейный интенсив, о которой я говорил. То есть переходит на сайт, выходит подписку, и у вас будет постоянный доступ к кремиуму контента. В том числе исходники каждому ролику выкатываются только там. Поэтому в том числе проект, который у нас будет финальный в этом ролике, также будет выложен на нашей платформе. В целом это не мешает обучению. Вы можете также спокойно обучаться без этого всего. Проблем в этом нет абсолютно никаких. Просто имейте в виду, что там вы можете себе такое позволить скачать полностью исходник. Если вам нужно посмотреть код, который у нас в итоге получится. Use query, query key. Значит, смотрите, здесь вариация такая. Я обычно привык делать вариацию немножко другую. Почему? Мне кажется, что эта вариация слишком длинновато и массивно. Я не знаю, зачем делать query key, query function. Не знаю, что за прикол. Вот я больше такого старого формата придерживаюсь, и он более минималистичен. Давайте сделаем наш первый запрос. Так, для начала поймем, что у нас по структурке немножко происходит. Давайте мы удалим, во-первых, assets, нам это не нужно. Также я удалю файл стиль, нам он тоже здесь не нужен. У нас уже есть индекс.сс. Также я апп пока что оставлю. Да, в нем будет происходить основная работа. Я единственное почище внутри тегов. Так, хорошо. И я use state тоже убираю. Сохраняем. Это мы тоже убираем. Сохраняем. Так, это у нас готово. Индекс.сс. Здесь мы, в принципе, все оставляем. Единственное, ну, баттоны пусть остаются. Нам это абсолютно не важно. Так, что еще у нас по стилям? Так, индексы системы у нас здесь все отлично. Мы это все с вами не трогаем. Ну, паблик, да, оставляем, пусть будет. Все, давайте попробуем. Делаем div. И я, допустим, хочу получить какие-то данные с сервера. То есть, чтобы нам отправить запрос на серверах, нужно понять, где вообще наш сервер находится и какой у нас API. Для этого доступно. На самом деле, можно что угодно использовать. Я буду использовать классический JSON placeholder. Вот. Свой в этот раз создавать не будем, как мы делали в полном курсе по реакту, потому что, ну, в этом не вижу смысла. И получим тудушку. Так, пишем туду, двоеточие, h1 обернем. Так. И сюда вставим, да. Сюда мы вставляем с вами ответ, который к нам придет. А ответ будет приходить в дате. Давайте теперь сделаем наш первый запрос. Значит, делаем его максимально примитивно. Конст. Фигурные скобки. Use query. Так делается обычный запрос. Вызываем функцию. Это хук. React хук отличается от функции тем, что вначале идет приставка use, и он выполняется только внутри компонента. Больше нигде выполнять нельзя. Но также можно делать хуки внутри других хуков. И это позволит нам сделать use query внутри, допустим, кастомного хука, который будет называться там, к примеру, use to do's и так далее. Ну, мы дальше это будем разбирать в этом ролике. Мы здесь вызываем квадратные скобочки, да, в котором будем указывать ключ. И тут будем указывать стрелочную функцию. Давайте по очереди опять же с этим разбираться. Что сюда будет приходить? Сюда приходят, как я и говорил в начале этого ролика, готовые уже пачка данных. То есть, допустим, из лодинг, да, состояние загрузки, то есть загрузка или не загрузка. На данный момент что происходит? Грузятся данные, либо уже загрузились. Состояние из success, да, это значит, что типа уже произошла успешная загрузка. Также есть из error, из fetched, из fetching, из paused. Я все разбирать не буду, потому что их слишком много. Так что это все в документации почекайте. Я разберу лишь основную, лишь практическую часть. Вот то, что вам реально понадобится в реальных проектах. Все остальное вы уже чекните сами для каких-то своих узконаправленных случаев. Error, это сюда приходит полноценно наша ошибка, то есть, сама ошибка в таком стринговом формате. Data, приходят данные, все данные, которые мы получим. И из такого еще есть, ну, из success, который я уже рассказал, в принципе. Теперь указываем здесь ключ. Значит, здесь у нас будет получаться, давайте сначала получим, наверное, одну тудушку, да. Поэтому я пишу to do's и через запятую указываю ее уникальный айдишник, to do's. Допустим, он пока что будет один, пока что без этого. Ну, давайте вверху я создам, const to do id. Опять же, для примера, можно это не делать, но я так, допустим, да. Вообще, в потенциале, понятное дело, что это у вас будет условно URL вашей страницы. К примеру, там, slash to do, slash 1, slash to do, slash 2 и так далее. Так, теперь вызываем стрелочную функцию и в ней вызываем, что нам нужно, да, сделать запрос. Пока что без Axios, да, Axios это библиотека для запросов, обычно ее используют, но мы пока что без сторонних библиотек используем обычный fetch. Пишем fetch и вызываем здесь, собственно. Так, я скопировал, нет, я не скопировал, давайте скопируем, скопируем fetch и вызываем сюда. Все, запрос успешно выполнен, теперь закрываем скобочку обязательно. Все, но пока что работать ничего не будет. Как мы знаем, если мы используем fetch, да, это база JavaScript, опять же, если базу не знаете, на сайте интенсив по JavaScript есть, чекайте, изучайте и так далее. Это прям база, которую нужно знать, без этого в React идти не стоит. Как вы знаете, fetch у нас данные не отдает. Сначала нужно их переконвертировать в JSON формат, вот, иначе мы их не получим. Поэтому для этого у нас, помните, я вам говорил, что есть различные удобные методы. Они указываются здесь через запятую. Объект, и вот они все наши методы присутствуют. Методы поля и так далее. Нам нужен метод здесь select, который позволит нам выбрать данные. После того, как они пришли, вот, пришли данные, мы их выбираем, да, и что-то с ним произойдем, какие-то действия. Поэтому берем select. Я могу сделать его асинхронным? По идее, могу. Но это не точно. Давайте я лучше стрелочную сделаю, мне она больше нравится. select, асинх, вот так мне больше нравится, стрелочную функцию. И мы здесь, значит, получаем, вместо этого получаем дату, да, response, и отдаем await response.json. Вот такую тему. Если посмотрим сам запрос, как они рекомендуют, да, то они здесь, ну, прям, тупо делают через n. То есть, можно через n сделать, можно без n. Давайте пока попробуем через select. Если что, посмотрим. Data он подчеркивает, потому что нужно сделать проверку, иначе она может быть undefined, поэтому делаем проверку. Если data есть. Ну, я обычно делаю, знаете, можно вообще без data, можно и success сделать. Ну, давай через дату. Если data есть, то мы делаем вот эту историю. Если нету, то мы говорим о том, что данные к нам не пришли. То есть, h1, data, вот found, допустим. Вот так сделаем, сохраняем. Теперь, в date у нас что есть с вами? В date у нас пока что ничего нет, потому что он возвращается, к сожалению, видите, асинхронщина, да, возвращается. Потому что здесь нужен await все-таки. Но await, он нам ругается здесь сделать await. Не знаю, по какой причине. Возможно, так нельзя делать. Вот, давайте посмотрим, что у нас есть дальше по дате. Да, есть только zen. Он так нам не позволит сделать. Нам бы здесь по-хорошему тогда zen добавить все-таки, как они рекомендуют. Ну, давайте сделаем так, окей. Пусть будет zen вот здесь. И мы тогда возьмем вот эту штуку, сюда вынесем. Честно, этим способом вообще никогда не пользовался, потому что он бесполезный. Вот, ну, так сделаем. Так, что у нас с дату приходит теперь? Теперь дата у нас является, еще раз, дата, точка, ничего, да, у нас дата, это просто дата, дата any. Да, и у нас причем приходит сюда, по-моему, массив даже. Ну, давайте сейчас будем чекать и смотреть. Так, переходим сюда, отправляем запрос, и ничего не происходит, соответственно, да, что-то подгрузилось, но что-то пропало сразу же. Идем сюда. Как видите, object not valid react child. Там потому что есть и user id, и title, и так далее. Из-за того, что мы не знаем, что за тип у нас здесь приходит. Поэтому я вывел дату. На самом деле, если мы перейдем по этому запросу. Давайте я его скопирую просто. И вставлю где-нибудь здесь, вот, запрос. Как видите, у нас приходит title. Вот, а я, соответственно, title забыл вывести, поэтому вводим title. Потом это типизируем с вами, чтобы это было все красиво. Ну, пока что делаем title. Видите, будут ругаться на типизацию. Ну, пока что никак, ребят. Пока что никак. Давайте так пока оставим. Нам важно посмотреть, что происходит вообще. Вот, как видите, пришло. Все успешно. Вот, to do. И вот все успешно к нам пришло. Отлично. Значит, первый запрос на сервер мы сделали успешно, и проблем с этим не возникло. Ну, как вы видите, все достаточно легко делается, без каких-либо проблем дополнительных. Да, мы, первое, что мы сейчас задействуем, это Axios. Потом мы это еще красивенько упакуем в сервис. Я расскажу, для чего они вообще нужны. Создадим еще один экземпляр, ну, терминала yarn, edd, Axios поставим. Ну, Axios, думаю, ребят, объяснение, опять же, не стоит. Это библиотечка для запросов. Это прям, ну, фундамент, который нужно обязательно знать. Теперь все гораздо проще стало. Мы делаем просто Axios, делаем get. Вот, кроме этого, можем с вами теперь позволить себе поразвлекаться и указать, собственно, типизацию, да, спокойно, без каких-либо проблем. Тут нужно сделать вот таким образом, да, чтобы это все адекватно отработало. И, как видим, Axios get. Он нас что пишет? Вот, значит, он can't find name Axios. Да, давайте Axios импортируем. Меня немножко напрягает, что он показывает, у нас есть линд, да, вот это вот. И меня это немножко напрягает. Я не знаю, почему есть линда вчера работает у нас. А, здесь уже есть линд, они закидывают какие-то дефолтные настройки. Ну, ладно, пока с ним поживем. Мне вообще, честно говоря, не особо нравится. Именно вот этим настройкам. То есть я обычно есть линд по-своему настраиваю. Так, все вроде бы готово, ребят, но не все, не все так просто. Давайте сделаем тип, чтобы мы понимали. Сейчас пока что, видите, просто приходит дата promise any. Все, мы не знаем, что там у нас в этой дате. Для этого, для этого мы делаем, идем, давайте тип, создадим new file. Я напишу, допустим, app interfaces, ну, давайте interface.ts. Export interface. И это интерфейс будет приходящих данных. I to do response. Или просто I to do. Да, это наша одна тудушка будет. А одна тудушка всегда включает ID-шник, number. Те, кто не знает TypeScript, просто пишите и не парьтесь. Это мы описываем просто вот входящие данные. Вот эти вот входящие данные, мы их сейчас описываем. Так, user ID тоже будет number у нас. Title будет у нас string. String. И complete будет у нас boolean. Boolean значение. Сохраняемся. Сохранились, закрываем. Теперь мы можем указать в axis get, что у нас будет приходить в качестве дженерика здесь I to do. Именно во множественном числе, да, по-моему, он приходит. Нет, в этом случае в единственном числе. И теперь мы видим, что у нас есть data title. Но пока что, опять же, он его не видит, потому что axis у нас отдает не просто дату, а он отдает data.data. Вот, профики знают. Поэтому здесь идеально подойдет тот самый select, который можем здесь использовать. Значит, select позволяет нам после успешного получения данных как-то их трансформировать, что угодно с ними сделать. Это часто используется, к примеру, для трансформирования данных. Допустим, пришел один массив, мы его превратили в другой массив. В чем плюс данного подхода? Плюс данного подхода в том, что все происходит на этапе именно React Query. То есть это лучше с точки зрения оптимизации. То есть это происходит не в момент, когда данные уже получили, и вы с ними как-то работаете. А в момент, когда непосредственно у вас данные еще не пришли, да, и перед вами есть определенная прослойка, в которой идет трансформация данных, их форматирование. Давайте укажем здесь select, ну, укажем, опять же, объект, select, укажем здесь дату. И стрелочную функцию сделаем. А в итоге мы вернем здесь просто такую штуку. С помощью деструктуризации мы забираем с вами дату и сразу ее отдаем дату. Вот такой простой лайфхак, скажем так. Мы, кстати, здесь можем убрать, видите, он ругается, ребята, он ругается, что not exit on type и так далее, потому что у нас идет promise. Поэтому убираем здесь стрелочную функцию. Это мы потом с вами разберем чуть дальше. Это пока можно убрать. Как видим, что у нас дата приходит сюда успешно. Вот она дата. Теперь, ну, сразу видите, у нас все поля подсказывают. Title, user ID, что угодно можете посмотреть. Вот, поэтому вот такая штука. Я не знаю, можно вывести чек, но я не буду это делать. Это нам сейчас не актуально. Давайте выведем состояние загрузки сразу же. Смотрите, есть еще также и с фич. Ну, давайте, ладно, мы дальше разберем. У меня по плану это все есть, поэтому не будем торопиться. Так, давай вот так сделаем, во-первых. Вот так. Если загрузка идет, то мы сделаем загрузчик. То есть мы сделаем loader. Так, давайте без loader, давайте просто div. Loading. Ну, сам примитивный загрузчик. И три точки. Хорошо. А иначе уже, значит, дата есть. Можно проверять на дату. Если дата есть, то вот так. И тогда вот так получается. Так. Это окей. На самом деле, ошибка в таком формате достаточно редко выводится, потому что обычно это идет обработка на этапе выше. То есть, когда нужно вывести, допустим, уведомление какое-то и так далее. Поэтому, ну, просто имейте в виду. Можно ее оставить и примитивно задать, как, допустим, ну, типа это string. Но, опять же, она, скорее всего, не выведется. Там нужно смотреть, именно, что приходит с бэкэнда. Так. Окей. Мы с вами сделали эту всю историю. Вот она все прекрасно работает. Так. Можно даже проверить еще раз. Тут, видите, все моментально проходит. Ничего. Даже мы не успеем. Loading там в миллисекунде показывается. Ну, можно попробовать, опять же, замедлить браузер. С помощью memory. Так. Вот здесь у нас в Firefox как это идет, я не помню. Вот. Network. И троттлинг ставим примерно на... Ну, по идее, даже 4G можно поставить. Будет нормально работать. Грузится. И моментально загрузилось. Так. Давай 3G поставим good. Ну, он, скорее всего, в кэш записался и не будет ничего показывать. Да. То есть, видите, он слишком моментально. Давайте промо взять тогда вместо из лодинга и свечинг. Чуть дальше расскажу, почему я его использую. Как видите, теперь лодинг мы иногда видим. Смотрите, сейчас загрузится. И все равно не видим. Вот. К сожалению, не видим. Ну, то есть, он так, видите, промелькает лодинг, но супербыстро. Супербыстро, но он промелькает. Вот. Опять же, дальше разберем, в чем разница и почему иногда и свечинг можно применять, а не из лодинга. Для еще лучшего понимания, и также не для понимания, а для лучшей красоты, для правильности, да, я вам крайне рекомендую, ребят, это выносить все в сервис. Ни в коем случае не оставляйте запросы внутри компонента. Это выглядит убого, некрасиво и неправильное сочетание архитектуры и дальнейшего масштабирования. Потому что запрос может пригодиться где-то в другом месте. Если вам нужно менять запрос, вам нужно его лезть и искать по компонентам. Это супер неудобно. Поэтому мы с вами создадим, собственно, в папочке Source, New Folder, назовем ее Services. Тут будут лежать все сервисы. Практика есть на канале, у нас много больших проектов, в том числе и на сайте интенсивы, и на канале бесплатно есть большие проекты, типа Amazon 2.0, допустим. Там я полностью показываю на практике это все работает. Так что имейте в виду. New File, назовем его ToDoService.ts. И тут будут собраны все запросы, касаемые ToDo. Можно делать разными вариантами, может с помощью классов, может с помощью объектов. Тут на вкус ответ, скажем так. Я сделаю максимально примитивно с помощью объекта Export Const ToDo Service. Ну или с помощью класса сделаю, я не знаю просто, как лучше сделать. Давайте сделаем класс, ладно. Для любителей классов сделаем класс без проблем. Так, и это Export New ToDo Service. Тогда вот так сделаем. Вот. Это означает, что мы отдаем в конце уже развернутый класс. То есть мы создаем новый экземпляр и его отдаем. Для того, чтобы мы каждый раз не писали New ToDo Service. То есть это разные подходы, опять же, работали с классами подробно внутри JavaScript интенсива. Так. И теперь дальше забираем наш запрос полноценный. Полностью красивенько его забираем и создаем его здесь. Это у нас будет запрос GetById. Получение по ID-шнику определенного элемента. Значит, мы делаем его асинхронным обязательно. Асинхронным. И вставляем сюда. Тут делаем возврат и возвращаем просто Axios Get. Так. Значит, это мы импортируем обязательно. И это тоже мы импортируем обязательно. Хорошо. Так. Это мы сохранили. Вот так у нас получается сервис. Да. Мы можем для примера, я вам покажу, как сделать еще один метод. Так. Это у нас будет уже GetAll. Получение всех. И все у нас, по-моему, получается через iToDo приходит сразу много элементов. И они просто, по-моему, без ID-шника в конце. Вот так. Тут единственное, мы теперь ID-шник получаем отсюда. Можно его как стринга, можно как number. Нам это особо разницы нет. Ну, это будет как стринга, потому что в итоге это стринга получается. Нам это нормально, нам это окей, в принципе. И теперь сделаем вот так вот. С помощью обратных кавычек мы можем указать здесь переменную. И указываем здесь ID-шник. Вот. Тем самым у нас получается, получаем по ID-шнику. И вот здесь все дело прописано. Более того, из-за того, что мы используем класс, мы можем здесь очень круто делать примитивные, не примитивные, приватные поля. К примеру, поле будет URL. URL. И оно будет равно вот этому значению. Почему бы, собственно, и нет. Так, давайте вот так вот так сделаем. И здесь все пропишем. Смотрите, приватность в обычном JavaScript делается через решетку. Но так как мы используем TypeScript, можно позволить себе сделать private с помощью надписи private, собственно. Вот. И я бы это сделал как константу, типа большими буквами. Так, и здесь не забываем делать this.url. This.url. И тут тоже мы делаем this.url. Вот и все. То есть мы берем текущий контекст внутри класса, this.url, и его используем. Вот. Поэтому в обычном JavaScript делается через решеточку. Это значит, что это будет приватный перемен. Опять же, разбирали подробно внутри интенсива по JavaScript. А private мы делаем непосредственно для того, чтобы сделать приватный в TypeScript. Все. Мы все сделали. У нас готово полностью instance. Вот мы его отдаем здесь. Или экземпляр. Ребята, sorry за терминологию. Я так и не научился и не хочу этому учиться, честно признаюсь. Могу ошибаться в наименованиях, так что забейте. Это вообще не важно. И теперь здесь можем это все использовать. Мы берем todoService.getBy. Ну, давай в этом случае получим все элементы. Давай получим все элементы. Тут уже это убираем, потому что получаем все элементы. И выполняем. Так. Дальше. Опять же, вот эту штуку можно не делать. Можно и вынести на уровень выше и производить здесь. Как бы вот. Но я это не рекомендую делать, потому что здесь тогда ошибка придется отлавливать отдельно. То есть, когда мы возвращаем promise здесь, ошибку отрабатывают здесь. Если же мы здесь будем разворачивать, пытаться на этом этапе делать вот эту штуку. Деструктуризацию данных, ответных данных. То тогда нам придется потом в потенциале непосредственно обрабатывать ошибку уже на этом этапе. Делать trycatch и так далее. И это уже более геморройно. Поэтому просто держите это. Имейте это в виду, скажем так. И вообще здесь можно на самом деле URL брать прям todoS. Вот прям todoS. Потому что это у нас класс todoS. Почему бы не брать прям todoS вот так. Потому что он является корневым по факту. Тогда здесь мы делаем просто this URL. А здесь мы делаем this URL. Вот такую штуку. Еще лучше стало. Вот плюс в том, что выносите отдельно. Теперь у нас в отдельном файле расположены все запросы к серверу. И это невероятно удобно. Так. Пойдем дальше. А дальше мы с вами развернем все эти данные на нашей страничке. Тут все оставляем прежним. Единственное здесь. Теперь к нам приходят данные. Мы можем проверять на длину данных. Data.length. Если данные есть, то мы тогда их можем вывести. То есть мы делаем data. Давайте мы как-нибудь эту штуку все уберем. Делаем data.map. И туда разворачиваем. С помощью мапки мы все дело разворачиваем. Так. Тут мы что-нибудь сделаем прям простое-простое. Поэтому я обычный div. Который просто будет в себе иметь b. В нем будет идти to do.id. И рядом будет идти просто to do.title. Вот и все. И тут через двое точек можно поставить. Если данные есть, то делаем это. Если данных нету, data not found. Вот и все, собственно. Такая простая проверочка. Так. Что еще? Что еще? Это мы убираем теперь сверху. Нам не надо здесь. Последнее время, кстати, я полюбил не такие экспорты. Да, полюбил экспорты вот такие. Да. Они более правильные с точки зрения масштабирования. И опять же, не будет ошибок никаких. Поэтому имейте в виду. Тогда нам здесь нужно поменять. Да. Вот тут. То есть мы не дефолтный импорт делаем, а делаем именно импорт самой константы. То есть четко будет название app. Другое название быть не может. Так. Теперь обновим. И как видите, вот они все вывелись. Причем их 200 штук. Прям сразу целиком, прям пачкой. Работает? Да, работает. Все. Причем прекрасно. И отработает без каких-либо проблем. Так. Теперь. Теперь, теперь, теперь. Это мы с вами разобрали. Может быть и дальше еще вынести это в отдельный хук. Мы это также будем делать чуть дальше в этом ролике. Но просто пока что-то на этом этапе остановимся. Давайте разберем события onSuccess и onError. OnSuccess. Почему, кстати, они показывают, что они зачеркнуты? Не могу понять. Вроде информации такой не было, что они устарели. Не знаю. Давайте при Success'е что-нибудь сделаем. Например, ну просто я выведу в alert, в котором напишу, что выведу просто первую самую дату точка title. Запрос прошел успешно. И самую первую дату мы вывели вот сюда, как видите. С помощью этого можно обрабатывать очень интересные вещи. То есть можно что-то выполнять, показывать сообщения об успешном запросе, допустим, либо, к примеру, производить авторизацию пользователя, когда вы делаете запрос на логин и так далее. То есть здесь производите все, что хотите сделать после успешного запроса. Запрос прошел, вы выполнили определенное действие. Дальше. При ошибке onError. Давайте также ее выведем в alertError. Попробуем допустить ошибку какую-нибудь. Например, здесь вот так сделаем, сохранить. Обновимся. И обновимся. Ошибку у нас не выводит, она даже не выстреливает сюда. То есть она выстреливает здесь. А, ну вот она и ошибка сама от Axios пришла. То есть requestFelitStatus404. Вот, это вот обычная data not found, как видите. Все, ошибка выявилась успешно. Окей. Это мы с вами сделали, ошибку тоже проверили. Так, это вот такие методы. Их там много на самом деле. Вы можете опять же поразбираться, посмотреть и так далее. Я вам показал именно основные методы. Ну и принцип их в целом работы. Так. Дальше. Теперь у нас есть такая интересная штука. Тоже часто применяется на продакшене. Это запрос при условии. То есть бывает кейс, когда нужно сделать запрос только при определенном условии. Часто применяется на страницах с каким-то ID. Допустим, есть страница, он с какого-то товара. У нее будет следующий адрес. Product. Product. Слэш один. Да, первый товар. И нам нужно сделать запрос только в том случае, если один существует. То есть мы это получаем, допустим, там, query. Так вот так сделаем. Допустим, query ID является нашим тем самым ID-шником. И мы переводим в бульное значение с помощью двух восклицательных знаков. И это мы указываем в качестве поля enabled. Вот сюда идем и enabled. И значит, что запрос не будет выполняться, пока у нас не появится query ID. Вот и все. Давай, допустим, я сделаю просто false и покажу, что он сейчас у нас не выполнится. Как видите, запрос полностью закрылся и он не выполняется. Выполнится только в том случае, если здесь будет true. Как видите, данные пришли. Дальше, еще одно интересное поле. Поле retry. Вы указываете количество раз, сколько оно... Я не помню, сколько по умолчанию. Это особо не важно. Потому что по умолчанию, по-моему, он тоже делает не один запрос, если я ничего не путаю. Тут вы указываете количество запросов, которые он сделает до показа ошибки. То есть, видите, когда мы сделали плохой запрос, у нас ошибка не сразу появилась, а через какое-то время. Потому что он пытался сделать повторные запросы. Так вот, здесь вы указываете количество тех самых повторных запросов до момента показа ошибки. То есть, допустим, здесь я указываю, что 10 раз он сделал запрос к серверу до момента показа ошибки. Это понятно. Теперь давайте вынесем в кастомный хук как раз-таки. Все очень просто выносится в нашем случае. Все максимально просто. Копируем и создаем новый хук. Обычно эта папка глобально называется на хукс. Хукс, в ней мы создаем, собственно, новый файлик. Назовем его useToDos. Обычно они так называются. И здесь export.const.useToDos. Обычно функцию создаем. Можно стрелочную, можно не стрелочную. Я обычно делаю стрелочную. И в ней потом отдаем вот эту всю историю. Даже можно пойти дальше. Вот это излоудинг и так далее. Мы это отсюда копируем просто. А здесь отдаем сразу useQuery. Вот так сохраняем. Вот и все, собственно. Некоторые ошибки. Давайте мы, собственно, с вами... Так, что-то не подсказывает он адекватно. Добавить все импорты. И вот такой получается кастомный хук. Специально сделал его в таком формате, чтобы вам было более читабельно. Теперь здесь мы выведем так, равно и useToDos. Тем самым мы спрятали всю логику. И у нас здесь теперь полноценный красивый хук. Круто, круто. Нет лишних импортов. Нет лишних заморочки. Все спрятано в отдельный хук. И это, опять же, вопрос про рефакторинг и про то, как правильно чистить код. То есть у вас правильный масштабируемый проект получается. У вас есть и в сервисах запросы. У вас есть и здесь вынесенная логика отдельно в кастомный хук. И здесь у вас все прям красиво получается. То есть компонент, запомните, должен быть максимально красивым. И как можно меньше строк кода, не больше желательно 100 строк кода. Обновляем. Как видите, все так же работает. Итак, ребят, мы уже немножко коснулись TypeScript. В моменте, когда мы это все делали. Но я еще раз пробегусь по этой теме, потому что у нас под это отдельный тайм-код сосредоточен. Давайте немножко разберем тему TypeScript. Значит, смотрите, мы можем типизировать в целом useQuery, как и здесь. То есть прям вот хук полноценный типизировать. Ну что я имею в виду? То есть мы можем условно вот здесь указать generic. То есть наводим здесь и видим, что он себя принимает. То есть получается generic. Да, вот как раз таки. И здесь вы можете его описать. Причем даже generic 4 штучки, да, получается. То есть первое, второе и так далее. Это все можно посмотреть, как сюда нажав. Да, вот они увидят все параметры. Это данные, которые приходят. Это ошибка. Это данные, которые... Видимо, какие-то другие данные. Они, видите, равны этим данным. То есть, ну, видимо, для чего-то другого используется. Можно здесь посмотреть более детально. Это как раз таки query result. А это что? А это для чего-то другого, видимо. Ну, короче, оно равно, поэтому особо разницы нет. И ключ. То есть можно указать тип ключа. Ключ может быть как объект, как и массив, так и обычная строка. Обычно я не указываю, потому что оно по-умолчанию задается. И в целом я эти дженерики чаще всего не указываю. Почему? Потому что они передаются автоматически. Как видим здесь, если мы наводим, то видим, что дженерик приходит автоматически. Почему? Потому что так работает Apps Script. И если же мы на уровне ниже, вот здесь, да, указали уже непосредственно, точнее, на уровне выше мы указали непосредственно вот этот дженерик, да, то уже здесь указано, что у нас будет отдаваться promise, axios, response, i2do. Теперь здесь мы видим, что он здесь прописался отлично, и теперь у нас есть типизация. Вот. Поэтому нажать, допустим, может data.map и так далее. То есть типизация полностью работает. Это первый момент. Второй момент, если использовать useMutage, который мы дальше разберем, там та же самая история с типизацией. Поэтому ничего, здесь проблем нету. Типизация все максимально просто. Типизируйте свои запросы, и дальше она подтягивается автоматически, абсолютно. Так, дальше. Мы уже с вами разобрали, что в целом можно передавать сюда аргумент какой-нибудь, да, в начале еще вот этой серии, вот этого курса. Вот. Ну, давайте еще раз покажу просто на наглядном примере. Опять же, мы это использовать не будем, потому что нам это не надо. Но в целом, то есть мы можем с вами... Давайте закомментируем временно пока что. Давайте вот так в коммент отправим. Значит, что мы видим? Это мы получаем много тудушек, да, большое количество. Как нам получить одну тудушку? Мы пишем to do's. Здесь указываем уникальный ключ, то есть, допустим, у нас будет const to do ID, который мы можем получить, к примеру, из нашего URL. И здесь мы его прописываем. Вот. Далее этот же аргумент можно передать вот сюда вот, getByID, и передаем сюда же, да, to do ID. Вот и все. Тем самым у нас выполняется успешный запрос. Только видим, что у нас ошибка, потому что нужна стринга, а у нас number, поэтому давайте переведем в стрингу. И также, чтобы это еще качественнее работало, давайте сделаем проверку. Мы уже с вами это умеем делать, опять же, вот здесь. Enable it. И он сработает только в момент, когда существует to do ID. Если to do ID нет, значит, запрос не будет срабатывать. Это логичная проверка, потому что у нас иначе запрос не выполнится без этого, без этой перемены. Поэтому это супер важно. Вот. Так работает, в принципе, аргумент подгрузка по ID. Давайте еще немножко поговорим про важность query key. Вот это я вам рассказывал, опять же, про него в начале выпуска. Ну, давайте еще раз более детально разберем. Смотрите, почему это важно. Многие новички допускают ошибки, да, и потом спрашивают у нас в веб-чате, Макс, а почему не работает? Я вроде бы делал все правильно, а почему-то приходят данные какие-то вообще левые, я не понимаю, откуда эти данные берутся. И потом я смотрю код и понимаю, что у человека забираются данные из кэша, но они забираются абсолютно по другому ID-шнику. Из-за того, что он просто случайно копипастил, здесь вставил, там вставил, тут меняет сам запрос. Поменял запрос, да, условно, там уже не to do, а видеосервис, да, к примеру, видеосервис, да, и так далее. Вот. Но при этом здесь остается также to do's. И что он видит правильно? Он видит данные из кэша, потому что здесь указан to do's. То же самое ошибка происходит, когда вы ID-шник ставите не уникальный, а, допустим, предыдущего айтема. Поэтому будьте внимательны, ключ, вот этот ключ, да, он должен быть уникальным. И если вы будете смотреть Legacy проекты со старым React Query с третьей версии или там блогеров на YouTube, условно, кто снимал про старую версию, имейте в виду, что раньше было вот так все. То есть раньше вот было в таком формате. Теперь же это обязательно должен быть массив именно. И в массиве может быть вот несколько значений, скажем так. Так, это, я думаю, понятно, да, с ключом будьте аккуратны, но он должен быть всегда уникальным. Теперь разберем разницу. Помните, я вам сказал, что есть излодинг, а есть изфетчинг. И мы это с ребятами разбирали подробно на Red Project. Это поток у нас был, не знаю, будет ли такой поток или нет. Больше, короче, посмотрим, слишком много по времени забирал. Но, тем не менее, поток был крутой. Сочный, крутой. Мы там с ребятами разорвали большой проект. Они многому научились. Короче, ну, прям кайф было. Вот. Но это был такой большой проект. Так вот, и там вот ребята как раз таки решили одну из проблем добавлением изфетчинга. Точнее, заменой излодинг на изфетчинг. Почему? Потому что в одном месте им нужно было сделать, по-моему, на фильтрации страничка с фильтрами в интернет-магазине, да, была. Только там не интернет-магазин был, там было у нас типа Airbnb сайта, короче, по недвижимости. Вот. И, соответственно, там нужно было поставить загрузчик. То есть выбираем фильтр, идет загрузчик и меняется вся картинка. Так вот, из-за того, что это React Query, бывали моменты, когда он забирает данные не из сервера, а из кэша непосредственно. Или когда происходит ревалидация данных. Так вот, излодинг, он срабатывает именно, когда идет первый запрос на сервер. Пошел запрос на сервак и он срабатывает, идет загрузчик. Но потом он уже перестает срабатывать, да, и потом круто срабатывает, на самом деле, изфетчинг. И круто подходит для страницы фильтров, потому что изфетчинг срабатывает в момент, когда идет ревалидация данных. То есть, когда они переобновляются. Срабатывает изфетчинг. Вот поэтому иногда Исфетчинг гораздо лучше применим, нежели Излоудинг, в таких случаях, когда нужно поставить загрузчик, допустим Вот, тоже имейте это в виду Мы дальше разберем еще глобальные константы Они тоже не менее интересны Так, теперь разберем революдацию данных Мы useMutation коснемся чуть дальше В этом ролике, но я думаю революдация Лучше коснуться сейчас, на данном этапе, пока разберем UseQuery. Опять же, вам сейчас будет, может быть Всем не сильно понятно, для чего это надо Но я постараюсь максимально простыми словами Все дело объяснить и рассказать Значит, смотрите, для чего нам нужна Вообще в целом революдация данных То есть у нас есть данные в кэше Да, это все как бы круто и так далее И мы сделали запрос, вот первый запрос, допустим, сделали Подгрузили все тудушки, вот наша страничка Составлена успешно Но, важное но А что делать, то есть в чем еще За что любит ReactQuery? То, что он нам позволяет По факту уйти от устаревшего редакса И других там state-менеджеров, да В плане работы с API-шкой А что нам делать, если мы добавили новую тудушку А новую тудушку мы добавили не в плане клиентской части А в плане отправили запрос на сервак То есть мы такие, типа, мы хотим добавить новую тудушку Отправим данные на сервер с помощью use mutation В базе данных успешно добавилась новая тудушка Новая задача, да, скажем так И после этого у нас есть возможность Задачу эту обновить на странице Но мы же не хотим нажимать Command-R Либо Ctrl-R в браузере перезагружать страницу И смотреть результат, что у нас в итоге отобразится Мы это не хотим делать, потому что, ну зачем Это неинтересно Ну, не то, что интересно, это тупо Да, это тупо, у нас все-таки SPA-приложение А SPA-приложение работает без перезагрузки Абсолютно, ну, то есть не должно быть такого Поэтому есть решение То есть ревальдация данных Когда мы вручную говорим React Query Пожалуйста, переобнови наши данные Сделай еще раз запрос на сервак Получи новые данные и перезапиши их по нужному ключу Как это все делается? Есть несколько способов Есть крутые, есть примитивные Есть очень удобные и так далее Короче, давайте разбираться Значит, самый примитивный способ, который я пользовался раньше Когда только познакомился с React Query И не знал еще о втором способе Он, на самом деле, очень прост Как он работает? Смотрите, здесь в ответе у нас приходит Кроме этого всего приходит также refetch Это метод Функция TSC, да? Можно ее посмотреть более детально Вот она Какие-то общины принимает Честно, общины ни разу не прописывал Не знаю вообще, зачем они Никогда не нужно было это делать Вот, вот так она выглядит Этот метод замечательный, да? Который позволяет нам как раз-таки сделать refetch данных Работает максимально просто Можно посмотреть это все в библиотечке Это tab-сервер посмотреть здесь Это проблем с ним нету Кстати, опять же Если не знать, что такое ab-серверы Мы их также разбирали в интенсиве по JavaScript То есть на сайте, который есть Поэтому, ребят, ну, фундамент он всегда важен И теперь что мы делаем? Когда мы хотим обновить данные Мы делаем, допустим Ну, я сделаю кнопку тупую, да? Refresh А в лучшем случае не кнопку сделать А когда у нас выполняется use mutation Мы дальше разберем use mutation, да? Допустим, мы там делаем удаление товара какого-то, да? Или что-то еще там Давайте быстренько сделаем Delete и так далее Тут какой-то запрос там делается условно Мы это с вами уже умеем делать Запрос какой-то делается И тут есть onSuccess, помните? При успешном запросе И при успешном запросе делаем refetch данных Все То есть, допустим, удалили товар Дальше пошел запрос Мы выполняем refetch Когда успешный запрос пошел на сервак То есть, произошел все успешно Делаем refetch И тем самым данные переобновляются Вот В нашем случае такого пока что я не могу показать Потому что давайте сделаем пока опрос по кнопке У нас нет пока что use mutation Мы пока не знаем, что это такое Дальше с этим разберемся более детально Ну, я пока вызову его на этом этапе Ну, понятное дело, что нужна стрелочная функция обязательно Иначе работать не будет Выполняем здесь refetch Чего на нас ругается refetch? Потому что возвращается promise, да? А здесь у нас в итоге не promise Ну, это нормальная ошибка Это если лент у нас Такую историю показывает Все здесь окей как бы Давайте пойдем сюда И выполним наш непосредственно refetch Вот, рефреш делаем Как видим, произошел новый запрос Еще раз Вот, один запрос на сервак Делаем рефреш Пошел новый запрос И данные перезаписались Вот так он работает Самый примитивный способ Какой способ более продвинутый? Почему он примитивный? Да, во-первых Потому что Это значит, что нам нужно быть привязанным И находиться всегда рядом с нашим hook'ом use query Иначе мы refetch, нам придется прокидывать его с помощью пропсов Максимально глубоко Далеко Куда угодно И это неудобно Это вот то, почему мне он в итоге не нравится И почему я перешел на другую историю А на что я перешел дальше Сейчас покажу Мы refetch убираем И у нас Помните, мы с вами создавали В этом, в main.tsx Мы с вами создавали Вот он, query client А по факту Есть hook Который называется use query client Который позволяет нам получить этот контекст И с ним работать дальше Что я имею ввиду? Смотрите В делаем const Use query client И получаем в ответе Вот Ну, просто query client Да И у него много интересных полей В том числе есть метод То есть Заметьте Нам мы теперь не привязаны к этому use query Можно находиться где угодно Единственное, что нам нужно здесь Это запомнить уникальный ключ По которому у нас записаны вот эти данные И тут есть много крутых методов Опять же, можете разобраться в документации Опять же, они узконаправлены Большинство из них Но нам здесь понадобится Именно invalidate queries Ревальдация запроса Invalidate queries Вот А здесь указываем сам запрос непосредственно То есть мы идем в use to do Вот to do И здесь мы его также вставляем To do Как видите, он опять ругается Что у нас promise является Это если что-то у нас шалит сегодня Ну ничего страшного В этом случае это допустимо Идем сюда Обновляемся Как видите, запрос опять ушел на сервак И так же все произошло успешно Вот При этом текущая запись Текущая запись Она позволяет, собственно Избежать вариант того, что нужно находиться рядом Можем вызвать хук где угодно Абсолютно Хоть я не знаю Там за 10, за 3 земель Где угодно И это круто Это основное преимущество у меня второго способа Поэтому я делал обычно вот так В таком формате Важно использовать этот ключ И моя рекомендация вам на будущее На написание больших проектов Опять же Все такие ключи Которые являются стринговыми значениями И которые могут как-то случайно измениться Выносим в отдельный констант Если вы делаете по-настоящему большой проект То выносим это в отдельный констант И без этого никак То есть Ну, создаете константы папочку Туда все выносите И тогда у вас будет здесь константа лежать И чтобы у вас не было такого Что там Изменили символ У вас сломалось приложение Такого не было Поэтому имейте это в виду Это моя вам рекомендация Так, все Это мы с вами тоже сделали Понятно Квери клиент разобрали Дальше что я вам хочу разобрать Дальше я хочу разобрать Как нам прокинуть данные по умолчанию То есть Чтобы Где это актуально? Во-первых Это актуально Когда мы используем Обычно сервер сайт пропс Либо статичную генерацию данных Когда данные уже грузятся На стороне сервера А клиент уже получает эти данные Для чего это надо? Это нужно в основном для приложений Типа Next.js И так далее Другие разные фреймворки То есть Чтобы у нас было Максимально крутым Большим Крупным приложением Ну то есть Я имею ввиду Чтобы оно максимально быстро грузилось Так вот Как это все работает Дело Все на самом деле Максимально просто Представим Что у нас пришли данные извне Откуда-то Данные извне Да, важно Важно Чтобы эти данные Эти данные Чтобы они были равны По типу Тем данным Которые здесь Иначе оно будет ругаться И указываем поле Initial data Данные по умолчанию Можно сделать return просто И вернуть Дату Но если мы вернем Дату Он будет ругаться Смотрите Что он пишет Он пишет Type any Is not assignable To type Axios response Нам нужно это сделать Именно по типу Как Axios response Давайте так даже сделаем Как мы это все будем делать Смотрите Значит Axios response Если мы с вами ведем Это у нас является Не Axios response Axios response Это первая вариация Так что будьте внимательны Поэтому это равно Объекту В котором есть дата А уже в дате Мы записываем Те самые данные А те самые данные В нашем случае Это Ну давайте вот так Запишем в итоге Объектик И вот давайте Одну штучку Запишем Один Completed false Title Hello И user id 1 Вот так Смотрим сюда Так Что у нас из missing Ну что-то Что-то ему не нравится Ему не нравятся другие моменты Это нам Абсолютно Нас не интересует Потому что Ну у нас Axios response Это я так примитивно написал На самом деле Так писать не нужно Да и на самом деле Здесь лучше просто написать Тип Ну свой он лучше Написать тип То есть тип у нас будет Data I to do Вот так Вот так будет лучше Ну тогда он будет ругаться Как видите Да то есть Это постоянная проблема С Axios Вот конечно Чтоб такого не было Тут уже нам приходится Приходить к тому Что я говорил до этого Развернуть на этом этапе Чтоб сюда нам передавалось Именно уже полноценные данные Тогда такой проблем не будет Тогда мы здесь можем Не оборачивать Дополнительную обертку Можем не делать И тогда передаем Сразу весь массив Вот Ну пока что Делаем так Короче важно Этим тайп понимать то Что по типу Должно быть равно Давайте я верну Верну назад Вот То есть вот этот тип Должен быть равен Этому типу Вот который здесь приходит Иначе работать не будет Вот часто у новичков Такая ошибка Все Теперь у нас есть данные По умолчанию Обновимся Вот Мы сейчас разницы Не заметим никакой абсолютно Но по факту Некоторые данные Уже подгрузились заранее А потом они просто Перезаписываются Окей Это все понятно Это самый такой Примитивный вариант На самом деле Продвинутый вариант Я вам показывать Сегодня не буду Потому что он Крайне редко используется И в основном В Next приложениях Это опять же Больше на тему Next Давайте я покажу Где он находится Чтобы вы понимали Это по-моему Даже больше находится В SSR Так SSR наверное Где-то здесь находится Вот Как видите Первый вариант Который я вам показал Это ниша Алдата Самый примитивный Вот Получили данные Дальше мы их Ниша Алдата Прописываем здесь Все Как видите У него очень просто Работа По той причине Что Он аксиус Обертку убрал Тоже нужно Мидфиду Дальше Опускаемся ниже И тут уже вариант С гидродацией Краски Это второй вариант Который более сложный Это вариант Для продвинутых Скажем так Да И он опять же Позволяет вам Избежать лишних пропсов Вам не нужно Прокидывать пропсы Вы сразу же Внутри Вашего запроса На серваке Берете Тот самый экземпляр Квери клиента И в него все Складываете Без проблем То есть Как это происходит Вот смотрите Вы взяли Дальше вы используете Специальный Квери клиент Prefetch query И потом вы делаете Дегидрацию То есть Это значит Что мы Ну обратная часть Дегидрации Это означает Что мы берем данные И собственно Их закидываем В наш react query Вот и все Вот поэтому Два таких варианта Есть Опять же Второй вариант Более продвинутый Но это уже больше Уровень Мидл Может быть Junior plus И так далее Так что чекайте Смотрите И так далее Так Это я думаю Понятно Теперь переходим К самому Одному из интереснейших Это мутации Разберем с вами Сейчас use mutation И как он работает Вообще Delete Update Patch И так далее Ну а перед этим Ребята Хочу вам рассказать Про нашу шикарнейшую подписку В которой вы Всего лишь За 2690 рублей Именно столько стоит Минимальный тариф На один месяц Получаете доступ К огромному количеству Образовательного материала Это интенсивы 7 штук Целых 7 штук Интенсивов Разного уровня От нуля До продвинутого Там и верстка И джаваскрипт Для всех В котором есть Банковское приложение И для начинающих интенсивы И для продвинутых И даже по мобильной разработке Есть Полный спектр Всех услуг И всех уровней Вы получаете Абсолютно По выгодной цене 2690 за один месяц Но я вам рекомендую Тариф который есть подороже Он просто Крут Крут тем Что вы один раз купили И больше никогда не платите Но об этом Что дальше поговорим Также поддержка 24.7 В VIP чате Рубрика Проект с нуля Скоро там выйдет мини курс По Amazon 2.0 Тот самый Amazon Который прошумел На нашем IT ютубе Я сделаю По нему мини курс Немножко задержки произошли Но он также выйдет на платформе Все исходники В том числе к этому ролику И ко всем другим роликам Там более 70 репозиторий Выложены также на платформе Только для премиум подписчиков Все скидки на новые продукты Тоже есть в премиум чате То есть у нас Red Summer Недавно стартанул Сейчас идет поток У нас недавно Скоро стартанет новый продукт Еще там Около 1000 рублей будет стоить А для тех У кого будет подписка Он будет стоить 500 рублей То есть все скидки Также для тех У кого есть премиум подписка На наши другие продукты Так что это невероятно выгодно Потом Больший розыгрыш Раз в месяц И авторские стримы Также раз в месяц проходят Кроме этого Есть тариф на 3 месяца Берете его Один раз И у вас доступ На целых 3 месяца Здесь прикол в том Что получать также еще В подарок Закрытый клуб 5 утра Это клуб Где есть крутой контент Сейчас делюсь там отчетами Про свой челлендж И так далее Короче круто Закрытый клуб 5 утра Вот я уже 4 года Встаю 5 утра И доступ навсегда Один раз оплатили Стоит дорого тариф Да чем другие Ну в сравнении с другими тарифами Но при этом один раз оплатили И больше никогда не платите Тариф позволяет вам На всю жизнь Иметь абсолютно бесплатный доступ Ко всем материалам Ко всему что будет выходить в будущем Ко всему что вышло в прошлом Так что это прям самый кайф И у вас будет уникальный Тег VIP в чатике Вы будете крутым чуваком У вас будет приоритетная поддержка Так что имейте ввиду Это для людей У которых есть деньги Вот Также на страничке Можете посмотреть список Всех интенсивов Там и JavaScript для всех И backend для начинающих И backend для продвинутых И frontend для начинающих И frontend для продвинутых И react native И верстка наша Короче полный фарш Ссылку оставляю в описании Переходите И пользуйтесь И кайфуйте Вот потом пишите отзывы Под этим роликом Я думаю что всем Точно все понравится Отзывов много Я даже ссылку Может кину в описании На отзывы посмотрим Итак давайте Чтобы двигаться дальше Я поставлю себе лимит Так лимит Походу делается Давайте перейдем в наши запросы Как видите Все очень удобно и быстро Лимит делается Вот через такую темпу Здесь обратно обернуть Сейчас все Оборачиваем Меняем Так и вставляем Вот То есть мы делаем Стартовое значение И лимит 5 Проверим Работаешь Да видите 5 штучек вывелось Отлично Это то что нужно было сделать Нам это пока что хватит Так Чтобы у нас все прекрасно Сейчас сработало Давайте мы пример Накинем что здесь будет происходить Вообще H1 To do Так Здесь будут все наши Штудушки выведены Ага Отлично У нас не хватает Небольших стилей Да давайте сделаем Для Бадди Бадди Паддинги По 20 пикселей Ну просто так сделаем Паддинги небольшие Отлично И почему-то он центрируется А у нас в бадди уже есть Да вот бадди Или нет бадди Не бадди нету А что он центрируется Не понимаю На каком этапе это происходит А вот бадди есть Да перепутал Бадди у нас есть Давайте сюда Вставим туда его Так И тогда Это перенесем сюда Хорошо А это мы убираем Так Значит здесь Я минимальный высоту оставлю Минимальную ширину И флекс нам здесь не нужен Все Красивенько поставили Пусть он стоит здесь Так Тудушки у нас готовы Что у нас За верхний отступ Такой интересный Так H1 Это у нас Какие-то тоже есть У него наверное Отступы H1 Margin top 10 Так давай сохраним Ну все Вот так я думаю Ставим Так Базово сделали Теперь давайте Сделаем формочку Нашу Нашу формочку Даже можно ее В правой части Я думаю сделать Можно сделать Даже в правой части Так Ага Отлично Так Здесь я сделаю Style Давайте сделаем Display Давайте грид Грид сделаем И Грид Темплейт Темплейт Колумс Мы поставим Они будут пополам Поэтому так сделаем Да И Гэп Поставлю по 20 пикселей Ну 20 Вот так Так Что у нас получается В итоге Да Все Ровное Разделение Пополам Меня это Полностью Устраивает Так Даже я бы Может быть Сделал бы Первый блок Чуть поменьше И даже Может быть В обратном Порядке То есть Я бы Сначала Вот это Лучше Вот сюда Сделал А Все Здесь Сделаем Сейчас формочку Которая будет Отправлять Запрос на сервер Как раз Для мутации Давайте Сделаем Заголовок H1 Ну H1 Правда уже есть Поэтому лучше Сделать H2 Create To do И сделаем Обычную форму Прямо Самую простецкую Формочку On Submit Так Здесь будет Какой-то Submit Handler Так Это у нас будет Стрелочная функция Хорошо Это готово И в принципе Здесь сделаем Два поля Input Так Давайте посмотрим Что мы можем делать Значит по мутациям По мутациям По мутациям Так Делетинг Можем делать Удалять Апдейтинг И давайте создание Нам нужно Самое такое базовое Так По созданию По созданию Нам нужны Keep На title Body И user id Так Это что Это посты Создаем Да А что Мы вообще Можем создавать Только посты Или что-то еще Можем Непонятно Да Ну В любом случае Будем смотреть На наш тип Да Вот Вот здесь Да То есть у нас идет Получается User id Title Completed Давайте мы Title Только сделаем Поле Не будем ничего Выдумать Здесь Точнее не title Да А поле title Для него Звем состояние Отдельное Чтоб мы могли Его поймать Потом Да Const Title Set Title Use State Опять же Ребят Смотрите Наш курс Если вы не понимаете Что происходит Так И давайте Пока что Ведем Просто в консоль Console.log Title Так Это мы примитивно Все сделали Дальше Ну это конечно Не очень красивый Компонент Лучше разбить На подкомпонент Но для нашего ролика Это вполне подойдет Так Ну и здесь Базовая история Я ничего здесь Как бы выдумывать Не буду Берем event И заполняем Просто наше значение Set title Event Точка Target Точка Value Тут в принципе Все по классике Так И value Value будет Равно у нас Value Хорошо Кроме этого Ну value Не value А title Вот так Кроме этого Сделаем placeholder Enter Enter To do Title И в принципе Пока что нам этого хватит И button Сделаем Button Create Напишем Create Так Что у нас в итоге получается Вот такая штучка у нас получается Меня все почти устраивает Ну чуть-чуть можно стилизовать наш Наш input Прям совсем капельку И можно это глобально сделать Я думаю Кто нам это помешает В принципе никто Input Так Здесь мы делаем Паддинги По По 10 Да Ну по краям Даже может тут По 15 Ну и я бы Этот Outline Убрал бы Так Ну почти пойдет Многовато я немножко Взял здесь Все Меня все устраивает И border radius Я бы взял у кнопки Border radius Я бы на самом деле Все Может быть взял Бук кнопки Можем себе такое позволить Почти можем Да Давай так Возьмем даже Все прямо у кнопки Font size Пусть будет Font weight Font family Background Оставляем Курсор у нас Pointer Не будет здесь И это мы тоже оставляем Ну и тут Прихаври Вот такая штука Тоже мы ее возьмем себе Давай тут Прихаври Возьмем Так Это будет для Инпута нашего Для Так Ну давайте Мы вынесем На отдельную Строчку Ну даже Более правильно Будет не здесь Сделать А обернуть Просто Див Так Окей Это мы с вами Сделали Давайте проверим Вообще Работа или нет Так Опять же Отступа не хватает Немножечко Для этого Для этого А если мы просто BR сделаем Хватит Хватит Отлично Так Вводим значение Значение у нас будет Допустим Так Что у нас значение будет Значит Setup Setup Vim Настроить Vim Теперь Если мы нажмем на Enter Должна произойти Отправка запроса Ага Перезагрузка идет Это нормальная история Потому что мы это не выключили Берем event Так Да И отключаем По умолчанию действия Prevent Default Все Чтобы он не перезагружал страницу Так Он будет ругаться Потому что у нас TypeScript Давайте типизируем Это у нас Я ребята уже сто лет не типизировал Нужно сейчас гуглить будет Пишем Давайте вместе с вами погуглим Event Event Form Submit TypeScript Так Смотрим сюда По-моему Form event Да он идет Вот Form event И такую штучку делаем Так Только это не тот Подожди Это onChange Это не то Вот OnSubmit Вот эта штука Все вспомню Вспомню Хорошо Все Теперь все работает Так Идем назад Идем сюда Обновляем Так Ключей нету Ключи мы кстати забыли Да Уникальные Видите он ругается Давайте ToDo.id Уникальные ключи прописали Обновляемся Ошибок нету Так Что у нас там Setup Setup Vim Enter Нажимаем Видите отправился запрос Вот Потому что мы на Submit повесили Нажимаем сюда Опять же запрос ушел Отлично Так Тут даже не при хавере Нужно кстати да При фокусе сделать При фокусе Окей 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 Это мы с вами сделали Теперь можете ввешать нашу мутацию Чтобы отправился запрос на сервак И теперь смотрите Мы делаем все по правильному У нас есть сервис Сначала идем И оперируем этим сервисом Делаем async Create Метод create В котором для создания нам Необходимо принять дату Но у нас будет только title Переходить Все остальное нам не надо Title И сам Нет ID нам не нужно Только title Нам этого хватит Все что мы здесь будем выполнять Это будем делать Так же Return Axios Post запрос В ответе я пока не знаю Что там будет приходить Это ко мне особо не относится И насколько я понимаю Мы запрос делаем Прямо на это Да Прямо вот сюда Create Да Прямо сюда запрос делаем Поэтому мы вот эту штуку Просто копируем Здесь This URL Дальше что нам нужно указать Дату саму прокидываем Дальше Дата у нас будет Мы ее сами прописываем Эту дату Так Так пост Давайте наведемся Я уже не помню Так это у нас ответ приходит А вот сама дата Да То есть можно здесь ее прописать Что мы здесь требуем Здесь ответ Мы пропускаем А сама дата у нас будет Ну давайте я ответ напишу Э не просто А сама дата у нас должна быть Типа I to do Вообще да Ну не совсем I to do Работаешь? В принципе Не совсем Да я бы сказал Что она работает Не работает Нифига Так еще раз Смотрим сюда Давайте я сюда перейду Чтобы мне более Вот Any А да То есть вот Дата это Видишь следующая дата То есть мы 2 пропускаем Нам t тоже не нужно Сейчас да Поэтому 2 пропустить нужно Опять же Это можно не делать Это уже так Чисто вкусовщина идет Как бы Потому что По большому счету Мы здесь обычно Делаем типизацию Но это я так Для себя сейчас сделаю Вот И мы еще можем Более умно сделать Можем экспорт Интерфейс Значит тут сделаем Вот так I create Create to do Вот так можно сделать И он будет экстендиться От I to do Только мы уберем одно поле Omit I to do Забираем все Только без ID Он будет сам генерироваться Это наш Так Здесь опять же Есть линд ругается Так Идем сюда И вставляем здесь Хорошо Смотрим сюда Вот видите Все подсказки есть Значит смотрите Title мы прокидываем сюда А user ID Мы сами прописываем 1 И этот будет false Вот и все Это данные по умолчанию Для создания Что мы в итоге сделали Мы возвращаем Axios post Указываем типизацию Для того чтобы указать Какие данные будут приниматься Дальше По текущему юрелу Принимаем title Все остальное по умолчанию Первый user И completed false Так Все у нас готов Полный сервис Теперь можно переходить Уже дальше Чуть опустить Опять же видите Здесь очень много каши И это конечно Никогда не делается В одном компоненте Это разбивается По хорошему На два компонента Это здесь я решил Сэкономить время Поэтому имейте ввиду Это не супер идеальная запись Берем useMutation Что я вам уже говорил Тут пишем Create To do To do Ключ И дальше выполняем Наш замечательный запрос То есть мы делаем To do Service Create И тут мы указываем Наш title Title можем принять Как здесь Так и прям сразу Могли его отсюда передать Давайте я сделаю По правильному Допустим мы title Не имеем здесь Тогда мы примем Примем в этой части Принимаем здесь title И при success Когда все успешно Запрос пройдет Мы во-первых Сообщение о том Что все успешно To do Created To do Создана А во-вторых Мы очистим Наши поля Потому что Они нам уже не нужны Set title Очищаем Ну нам придется На уровень выше поставить Чтобы она работала Поэтому Вот так я лучше сделаю Но в целом То есть мы Прокидываем сюда Мы не будем отсюда брать Мы прокидываем сюда Будем брать извне С помощью мутации Как вызвать мутацию Все очень просто Есть специальный метод Mutate Вот Есть mutate Есть mutate Async Мы сейчас об этом тоже поговорим Чуть дальше Давайте пока возьмем mutate Я вам расскажу Собственно потом разницу Потому что раньше Я тоже когда начинал Я не понимал в чем разница И здесь мы выполняем mutate Вот и все Дальше передаем сюда title В нашем случае Title это вот этот Передали Все отлично Вот пожалуйста Так Сохранили Теперь идем сюда И пробуем взять наш запрос Так Setup Vim Открываем запрос To do created Запрос ушел успешно Как видите Вот если нет Посмотреть Вот наш Тодушка успешно Где она Options Вот пост Все успешно Запрос пришел о том Что все успешно Создалось С аидишником 201 Вот Получить мы скорее всего Не сможем Я думаю Что ну навряд ли Да это так работает Потому что Типа много же данных Ну давайте попробуем Воспользоваться нашим Рефечем Ну крайне Крайне навряд ли Там будет аидишник Неподходящий для нас Да я пока вызовем Да здесь Ну он будет ругаться Потому что он является Этим промисом Поэтому лучше сделать Типа Async Да здесь Здесь сделать Await Ну и так далее Давайте чисто по приколу Проверим Я честно говоря Сам ни разу так не делал Но скорее всего нет Потому что ну Много кто может создать И она вряд ли А не записывается в общую базу Давайте пока лимит уберем Здесь 205 поставим лимит Так Еще раз Давайте обновим сначала Да Вишен только 200 То есть ну Мой 201 Не показывает Ну что и логично Собственно Давай что-нибудь добавим здесь Create Оп Переобновилось И тут Да видите Так же 200 Ну потому что было бы странно Если в общую базу бы все записывалось Поэтому протестировать Как так Как такого мы не можем Но если бы был ваш реальный проект То вы так могли бы протестировать Условно Так Это мы закрываем Окей Все Это refresh Вы поняли Да в чем прикол Другие Да вот разобрать Есть onSuccess Есть также onMutate И onSettled В чем разница Смотрите OnMutate Это Означает Что мутация Уже произошла Да А onSettled Означает Что Мы Мы выполнимся Не важно То есть все что будет внутри OnSettled Выполнится Не важно От того что это будет успех Либо ошибка То есть Выполнится в любом случае Это означает OnSettled То есть условно Ошибка Не ошибка Всегда Выполнится здесь Это по факту То же самое Что в Final В обычном Trackage Конструкции Да Finally То же самое Вот Поэтому Ну это крайне редко используется Опять же Ну хотя он был случай Когда я его использовал В основе Это он success Опять же Разница лишь в том Ребят Что mutate Он является синхронным Как видите Да это не асинхронный А mutate Async является асинхронным Что это О чем нам говорит О том что Когда мы используем mutate Мы обрабатываем Он уже за нас Обрабатывает все ошибки Все success Все за нас обрабатывает Вот здесь Если же мы используем Mutate Async То никто за нас Ничего не обрабатывает Нам приходится Самим делать Trackage Самим оборачивать блок Выводить ошибки И так далее Вот Поэтому Чаще всего используются mutate Ну иногда Mutate Async тоже нужен Когда вам нужно Самим это все обработать Теперь давайте Еще раз берем Интересный хук Который у нас есть Да Он называется Он глобальный Называется он Use Из fetching Use Из mutating Есть Есть Также Use Из restoring Вот Ну я хочу Из fetching Разобрать Он будет Показывать нам Количество Сколько раз У нас Приложение Сделает Переобновление Данных Это актуально Для загрузчика Общего на сайте То есть Это будет Именно глобально Работать Вы можете Вызвать его В любом месте Давайте сделаем Допустим Count Fetching Он именно Количество Возвращает И Попробуем Протестировать Немного Так Я прямо Где-нибудь Выведу Вот Здесь Count Fetching И давайте Его прямо Здесь Выведем Сохраним Итак Обновляемся Как видите 0.1 Было 0.1 Давайте Что-нибудь Введем Здесь Обновляемся Как видите 0.1 Опять же Дальше 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 То есть Видите Ну Было бы круто Вывести В принципе Загрузку Да То есть Можно допустим Вывести Загрузку Я не знаю Давайте Вот так Сделаем Count Fetching Если есть Да 0 Он-то Не Обработает Логично Да Почему Вот И Вот так Мы сделаем Тогда И пусть Выведется Здесь Loading Вот так Итак Идем Назад Так 0 Нолик Нужно Обработать То есть В бульном Значении Переведем Как видите Оп Оп Ну И Ничего Оно Почти не показывает Лоадинг Есть Но он резко пропадает К сожалению Опять же Из-за скорости Он пропадает Ну Если понажимать То видите Да Лоадинг Там появляется Надпись Но она Крайне Быстрая Дальше Дальше Ребят Вопросы Зала Вот Многие Спрашивали Про Cash Time И Slate Time Да В чем Точнее Stale Time В чем Их Различие Значит Смотрите Мы это Можем проверить Вот здесь Use To do Опять же Это домашнее Здание Вынести В отдельный Hook Можно Красиво Оформить Допустим Use Create To do И так Далее Давайте Здесь Посмотрим У нас Значит Slate Точнее Stale Time Не знаю Почему Так Говорю Да Это Время Определенное И Есть Также Cash Time Вот В чем Собственно Разница Значит Смотрите Stale Time Мы указываем Время Да Количество Секунд Да Непосредственно Или по-моему Тут в миллисекундах Да Идет Да В миллисекундах Время До какого момента Данные будут считаться Свежими То есть Мы получили данные С бэкэнда Указываем Количество Миллисекунд И именно Столько Миллисекунд Данные будут считаться Свежими Что значит Свежие данные Если они свежие Значит они могут Использоваться И так далее Если же данные Уже устарели Это время прошло И они устарели При следующем Загрузке приложения Он автоматически Делает запрос На сервак И переобновляет И данные То есть Делает их Заново свежими Поэтому данные Устарели Запросили новые Они теперь опять Свежие И так далее А кэштайм Кэштайм Он именно Указывает Сколько миллисекунд До момента Когда данные Нужно Полностью Удалить Из нашего Кэша Вот То есть Мы указываем Количество секунд Сколько данных Будет лежать В кэше После этого Они полностью Удаляются Из кэша Вот различия Стейлтайм И кэштайм Просто вы имели ввиду Потому что Многие спрашивали Не знаю На самом деле Здесь все максимально просто Не знаю Почему спрашивали Итак ребят Хотел бы подфиналить Еще последним вопросом Самым основным И то что Спрашивают Новички часто Макс Так это получается Полная замена Редакса Мобекса Жуштанда И так далее На самом деле Нет Ребят В чем основное Различие Еще раз Если вы детально Смотрели этот полный курс И смотрели Вступление Особенно И задачу React Query Почему он пришел В наш мир Почему он Такой востребован То вы понимаете Для чего он нужен На самом деле Не только один React Query Там есть и другие Типы RTK Query Есть Есть там SVR По-моему так называется Короче их много Но React Query Считается номер один Ну я по крайней мере Так его считаю На втором месте РТК Query Если вы используете Redux Но не суть Почему это не замена Потому что еще раз Мы работаем С серверным состоянием С асинхронным State Management То есть важно Его не путать С клиентским State Management Его никто не отменял Что я имею в виду Под клиентским Для новичков объясняю Когда мы работаем С UI элементами На странице Когда мы работаем Допустим Делаем На какой пример Я не знаю Музыкальное приложение Типа Spotify У нас все эти данные Хранятся на клиенте То есть какой трек Сейчас воспроизводится Какие-то еще данные Полоса трека Скажем так Не знаю Статус трека И так далее Не важно Все клиентские состояния Вот которые влияют На визуал Именно на клиентской стороне То есть вот то Что видит Человек-пользователь Скажем так Это все управляет С помощью клиентского State Management Будь то Контекста Будь то U-State Будь то Что-нибудь продвинуто Типа редакса Мобекса Жуштанда И так далее Это все управляется Именно таким образом Вот Но использовать Вот эти все Перечисленные инструменты Для асинхронного State Management Я не вижу Никакого смысла в этом Потому что Иногда я использую Да в том же редаксе Бывает Асинхронный Почему бы нет Но крайне это неэффективно Потому что там нет кэширования Там нет других плюшек Которые предоставляют тебе React Query Поэтому на мой взгляд Для асинхронного State Management Ты используешь React Query А для всего остального Ты используешь уже Redax Мобекс Жуштанды И так далее Это важно понимать В серии отполезных Ссылки в описании Если вдруг вы еще в теме Можете залетать на Red Summer У нас уже идет Какое-то время Да Но можете залететь Посередине потока Без проблем Стоит там около Трех тысяч рублей Но при этом Вы получаете Крутые задачи Там Ну короче Читайте подробно По ссылке в описании Также скоро выйдет Продукт Который сообщил В Телеграме Который будет стоить Около тысячи рублей Думаю Это будет Ваша полноценная Карта По которой вы можете Себе купить И по ней идти Полноценно Идти до уровня Middle С уровня верстки И так далее Короче Это прям очень крутой продукт Диджитальный Цифровой Скажем так И опять же Он будет продаваться По скидке Для тех У кого есть Примем подписка Что еще хочу сказать На сайте Также Оплачивать подписку Кайфуйте Обучать Если вам нужно Более продвинутый материал И все это закрепить На практике И получать там Годный контент И так далее Вот И в целом Подписывайтесь на наши Социальные сети Это Телеграм Это ВК Там эксклюзивы Выходят Особенно в Телеге Везде выходят Эксклюзивы И много эксклюзивного контента Так что подписывайтесь Чтоб везде следить За нашим каналом Вот И не забываем Самое важное Ребята На ютубе Еще подумаю Но это прям важная Такая веха После которой Начнем уже Газовать И идти в сторону 100 тысяч подписчиков Наконец таки Вот Осталось немножко Давайте добьем до 50 тысяч И условия остаются прежними Ребят Под этим роликом Должно добиться Я не знаю Давайте полторы тысячи лайков И я-то снимаю Следующий полный курс Это не так много Я не буду просить Две тысячи лайков Полторы тысячи лайков И я снимаю Следующий полный курс Он скорее всего Будет На процентов на 90 Он будет Про Nest.js Так что ребят Ставьте лайки И встретимся С вами уже в следующем курсе Пишите комменты Ставьте лайки И на телегу подписывайтесь Там тоже осталось Немножко до 5000 подписчиков Давайте сделаем круглую цифру И там и здесь И собственно все Какие-то вопросы Будут по реакции Пишите в комментариях Отвечу без проблем На этом все ребят С вами был Макс Всем пока Удачного вам программирования